Когда человека кладут в гроб, кажется, что для него всё кончено, и в большинстве случаев это действительно так. Но иногда происходят чудеса, и признанные умершими люди просыпаются на своих же похоронах, приходят в себя перед кремацией или буквально восстают из могил. Этот выпуск как раз о таких чудесах. С вами Топ Хайп, и сегодня я расскажу вам о случаях, когда люди очнулись в гробу. 17 января этого года женщина из Индии, Ясмин Бану, потеряла сознание у себя дома. Брат Ясмин отвёз её в больницу. Врач осмотрел пациентку и заявил, что ей необходима экстренная операция, но отказался лечить её из-за нехватки коек в больнице. На следующий день брат перевёз сестру в частную больницу по рекомендации водителя скорой помощи. Брат внёс определённую сумму в качестве аванса за лечение, но перед операцией представители больницы сказали семье, что пациентку необходимо забрать домой в связи со смертью головного мозга. Брат отвёз тело сестры на кладбище для подготовки к похоронам, но там произошло чудо. За считанные минуты до похорон Ясмин начала дышать. Шокированные участники траурной церемонии проверили её пульс, который оказался в норме. Женщине дали воды и отвезли её в частную больницу, где доктор обследовал пациентку и начал лечение. Насколько известно, сейчас с Ясмин всё в порядке. И хотя ей пришлось пройти через настоящий ад, самое главное, что всё закончилось хорошо. Не так давно в июле этого года в Ливане произошло удивительное событие. В городе Эль-Хермиль, расположенном в провинции Бекаа, проходили похороны мужчины. Когда началась процедура прощания, и близкие родственники стали отдавать покойнику последние почести, они вдруг заметили, что мужчина очнулся. Он шевельнулся, а затем начал дышать. Присутствующие на похоронах люди тут же бросились спасать Ливанца и принялись проводить сердечно-лёгочную реанимацию, после чего вызвали бригаду скорой помощи. Сразу после того, как медики прибыли на кладбище, Ливанца передали в руки медиков. Те отвезли его в больницу, где мужчину признали вполне живым и оказали ему полноценную терапевтическую помощь. Уже спустя некоторое время его выписали. Сейчас с Ливанцем всё в порядке. Непонятно только, каким образом его вообще изначально сочли умершим. Анжело Хейс В 1937 году 19-летний парень из Франции по имени Анжело Хейс попал в серьёзную аварию на мотоцикле. Он врезался в кирпичную стену и погиб, получив тяжёлые травмы. Но, вернее, так все подумали. Медики практически не сомневались в смерти парня. Однако, страховая компания заподозрила неладное, обнаружив, что отец Анжело застраховал жизнь своего сына на 200 тысяч франков. Так или иначе, Анжело похоронили. Но страховщики не унимались. На кладбище, по их просьбе, был вызван инспектор. И спустя два дня после похорон, гроб с телом Анжело был поднят на поверхность. Анжело был жив, его сердце медленно, но билось. А тело было тёплым. Парня срочно направили в больницу, где было выяснено. После аварии он впал в кому. Именно это помогло пережить ему заточение в гробу, поскольку тело расходовало меньше кислорода. К счастью, история Анжело закончилась хорошо. Он прошёл реабилитацию и полностью восстановился. Стал местной знаменитостью и даже организовал свой бизнес по производству гробов, из которых можно выбраться в случае ошибочного захоронения. Что может быть эпичнее, чем очнуться в собственном гробу? Наверное, только очнуться в нём дважды. История знает и такие безумные случаи. Смотрите дальше, чтобы узнать о женщине, которая дважды была объявлена умершей, а затем просыпалась в гробу, а также узнать о других невероятных случаях, когда люди буквально возвращались с того света. Возможно, вы знаете, что с момента начала пандемии в Индии проводятся процедуры массовой кремации людей, скончавшихся от коронавируса. Женщина по имени Шакунта Лагайкват едва не была кремирована вместе с остальными скончавшимися. Но ей повезло. Весной этого года женщина получила положительный результат теста на коронавирус, после чего родные отвезли её в клинику. Но в ковидном госпитале для женщины не нашлось свободного места, и медики отказались принимать пациентку. Находясь уже вне клиники, Шакунта Лагайкват потеряла сознание, и члены её семьи ошибочно решили, что она скончалась. Родные подготовили всё нужное для кремации. Когда женщину уже несли в гробу до погребального костра, она вдруг очнулась и начала плакать, напугав и одновременно обрадовав всех членов своей семьи. К счастью, после этого Шакунтулу всё-таки приняли в госпиталь, где и оказали нужное лечение. Как говорят врачи, скорее всего, Шакунтула пребывала в краткосрочной коме, из-за чего родные не смогли понять, что она на самом деле была жива всё это время. Случай Шакунтулы не единственный в своём роде. Всё той же весной на другом конце света произошёл подобный случай. У одного бразильца был диагностирован коронавирус. Болезнь протекала тяжело. В какой-то момент мужчину пришлось транспортировать в госпиталь в плохом состоянии. Когда пациент находился на лечении, медики уже понимали, что дела плохи. А поскольку в больницах Бразилии серьёзная проблема с койко-местами, рвение в лечении никто не проявлял. Болезнь прогрессировала настолько быстро, что врачи в какой-то момент посчитали, что пациент мёртв, и направили его тело домой к родственникам. Одна из родственниц бразильца оперативно организовала похороны. Однако подозрительная родня пациента решила удостовериться, что их близкий действительно умер. Для этого родственники покойного открыли гроб. Это было правильным решением. Мужчина очнулся в гробу и быстро пришёл в себя. Насколько известно, вскоре он излечился от болезни. Эсси Данбар В 1915 году в семье Данбар из Южной Каролины произошла трагедия. 32-летняя Эсси была объявлена умершей после эпилептического припадка. Её тело положили в гроб и должны были захоронить на следующий день в 11 утра. Эсси похоронили бы и раньше, но пришлось задержаться, чтобы дождаться приезда её сестры, которая жила в другом городе. Несмотря на задержку, сестра Эсси всё-таки не успела на погребальную церемонию и прибыла через несколько минут после того, как тело Эсси было опущено в могилу. Гроб тут же достали и вскрыли, чтобы дать возможность сестре попрощаться с усопшей. В этот момент Эсси вдруг очнулась. Села в своём гробу и улыбнулась сестре. Это повергло присутствующих в шок. Жанет Филамель Холера и в наши дни тяжёлое и опасное заболевание. Что уж говорить о давних временах, когда холера скашивала людей в огромном количестве. Ударила болезни по француженке по имени Жанет Филамель. 24-летняя Жанет заболела холерой в 1867 году. Спустя несколько дней болезни медики констатировали смерть девушки. Жанет отпери по всем церковным правилам. Положили в гроб и похоронили на кладбище. Когда процесс погребения подходил к концу, могильщик услышал доносящийся из-под земли слабый стук. Было решено срочно доставать гроб. И когда гроб подняли на поверхность, прибывший врач констатировал, что Жанет очнулась. Он зафиксировал слабое сердцебиение и дыхание девушки. А также обнаружил царапины на её руках. Видимо, она пыталась выбраться из гроба, но выбилась из сил. Девушку срочно перевезли в госпиталь. Несмотря на все действия врачей, хэппи-энда, к сожалению, не получилось. Через несколько дней Жанет снова умерла. И на этот раз по-настоящему. Мэтью Уолл 2 октября в деревне Брагинг в Хартфордшире принято праздновать День старика. Но этот праздник посвящен вовсе не всем пожилым людям, а одному конкретному человеку. Мэтью Уоллу, который был едва не похоронен заживо, 2 октября 1571 года. Мэтью Уолл был признан умершим незадолго до собственной свадьбы. Его положили в гроб, а гроб понесли в деревенскую церковь. По дороге один из носильщиков поскользнулся на влажной листве и уронил гроб, после чего Болл очнулся. Начал стучать по крышке гроба и кричать, чтобы его выпустили. Как оказалось, он пребывал в коме, а падение гроба на землю вернуло его в обычное состояние. Несмотря на пережитый опыт, Уолл прожил еще 24 года. В своем завещании Уолл попросил, чтобы церковный колокол звонил во время всех похорон, свадеб, а также 2 октября каждого года. Он также попросил, чтобы дорожка к кладбищу всегда была расчищена от опавших листьев. Последняя просьба кажется странной, ведь именно благодаря листве Уолла чудом не похоронили заживо. Миссис Блунден В отличие от других героев этой подборки, жительница британского Гэмпшира, миссис Блунден дважды имела несчастье быть объявленной мертвой и затем проснуться в гробу. Как и в случае с Мэтью Уоллом, произошла эта история еще в давние времена. 15 июля 1674 года Блунден заболела, и после приема макового отвара погрузилась в глубокий сон. Ее тело стало холодным, она перестала дышать, пульс и сердцебиение отсутствовали. Блунден была объявлена мертвой и похоронена вопреки желанию мужа, который был в отъезде и хотел, чтобы похороны состоялись после его возвращения. Тело миссис Блунден было эксгумировано после того, как игравшие на кладбище дети пожаловались, что слышали звуки, исходившие из ее могилы. Оказалось, что Блунден проснулась в гробу, но когда гроб подняли на поверхность, миссис Блунден не шевелилась. Поскольку признаков жизни обнаружено не было, ее похоронили повторно. На следующий день тело вновь эксгумировали, чтобы представить его для осмотра Коронеру. На теле обнаружили множество царапин. Как сказал Коронер, это знак того, что Блунден пыталась повторно выбраться из могилы. К сожалению, ей это не удалось. Ну а в комменты напишите, какая история из этого выпуска впечатлила вас больше всего. А также, если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал.